Он очень сильно изменился, изменился кардинально, изменился в худшую сторону, поглупел, подурнел, потерял остаток человеческих качеств, совершил кучу фатальных и кровавых ошибок. То есть того Путина, которого я знал, еще знавал в прежние годы, и сравнить его с сегодняшним тем, что он себя превратил, это может быть не два разных человека, но катастрофическое изменение к худшему, я бы сказал вот так. Катастрофическое изменение к худшему. Вы знаете, самый популярный тост 23-го года в российском, по крайней мере, сегменте, знаете, какой самый популярный? Был популярный тост без указаний на персонале, чтобы он сдох. Вот это абсолютно всем понятно. И понятно не только миллионам или десяткам миллионов в России, но понятно сотням миллионов во всем мире. К сожалению, это так. К сожалению, так, потому что то, что творит Путин, страшное преступление против всего человечества, не только против Украины, но и против России, против других стран. В общем, по большому счету, он хочет превратить жизнь человечества в кошмары и не постоит за ценой, которой он готов, количеством людей, которые он готов за собой потянуть в могилу. Вот это мы должны с вами очень четко понимать. Так что да, к сожалению, это так. Ну, Медведев давно пытается предпредать себе облик ястреба, но у него получается какая-то агрессивная курица, даже не петух. Такая под серьезным шапе или после серьезного принятия алкоголя. Вот. Не получается у него там грозный вид и клекот. Какое-то жалкое кудах-то мне. Поэтому, конечно, он пытается таким образом вот озвучить то, что не хочет, не может озвучить еще Путин. Типа соблюдает там, смотрите, там, есть совершенно безумные типы там пригозные, а я еще приличный. У них такая игра. Но, на самом деле, у них ничего нет, кроме ядерного шантажа. Они ничего не могут противопоставить тому, что организовал мир, западные коалиции. Им до поставки оружия, всей помощи, какой необходимы Украине. Они не могут поставить современным технологиям, современным оружием ничего, кроме пузочного мяса. Ну, и прекрасно понимают, что проигрывают, потому что начинают работать санкции, начался раскол элит, началась грызня внутри Кремля и так далее и тому подобное. Все это ослабляет режим и ведет его к краху. Я думаю, что они где-то на интуитивном уровне это очень хорошо ощущают, а может быть, даже уже и знают. Вот. Ну, что можно сказать? С одной стороны, вы правы, что вот такая чудовищная провокация может быть подготовлена, связанная с подрывом Запорожской атомной электростанции. У меня сразу вопрос. Ну, ведь это надо сейчас стоить вопрос по данным разведки в ООН, в Совете Безопасности. Это же катастрофа, которая угрожает всему миру. Вот тут я не знаю, пробовала Украина, не пробовала, обращалась в безопасность, не обращалась. В экстренно-срочном порядке не только рассмотреть, но и принять мере. Это первое. Второе. Мир пропустил мимо ушей трагедию Каховской ГЭС. Ну, по большому счету. И теперь Путин считает, ну, вот, предупреждали, говорили, не смей, будет тебе плохо. И что? И где мне это плохо? Мир проглотил? Проглотил. Вот взяли там миллионы кубов, смыли в море, освободили водохранилище, утопили там часть территории, снесли там какие-то инфраструктурные объекты. И что? Ну, ничего. А что случилось? Что украинцам поставили в два раза больше танков, дали их в 16, поставили какие-то дальнобойные ракеты, или там в небо в Украине начали баражировать американские или там натовские самолеты. Да ничего не произошло. А Путин это человек, который, ну, вот он принес с собой психологию, я все время говорю. Я знаю, что, наверное, сейчас мне так кто-то будет ругаться, кажется, будет кому-то одно и то же. Ну, полезно, послушайте, может быть, сотый раз, что Путин это неизживший в себе, человек неизживший в себе комплекс шпаны, вот этой питерской подворотни. И он все время действует, не исходя из логики, не исходя из какого-то смысла, не исходя из какой-то ответственности политической, исторической, моральной, нравственной, а из пределов дозволенного. А раз ему дозволено взрывать гидроэлектростанции, плотины, дозволено смывать сотни квадратных километров, чтобы люди погибали и так далее. А чего они попробуют рвануть АЭС-то, обвинить украинцев. Они вот их взорвали, они вот и заразили пол-Европы. Видите, какие они безумные. И попробуй ему докажи. Он же живет в придуманном им мире, врет до такой степени ногу, что там гибель свертится в гробу, как пропеллер. Вот, поэтому что можно говорить? Ну да, пока он не почувствует, что границы пределов дозволенного закончились, пока ему на пальцах не объяснят, а лучше, так сказать, кулаком по лбу, еще быстрее доходит, не объясняют, что будет после того, как он что-то сделает с атомной электростанцией. Ну, так будем и ждать. Украина вся встревожена, все южные регионы встревожены, Европа встревожена, а Путина их встревожена. А чего он встревожен-то? Что ему сказали? Ну да, будут какие-то последствия. Они будут разрушительными. Разрушительными в какой части? Да ему плевать, если полстраны будет разрушительными. Поэтому вот, когда ему сказали, что сделаешь это, получишь это, тогда бы он начал думать. А стоит ли, не просто сказали бы, а еще показали, что готовый. Ну, вот, смотри, 140 самолетов стоит, готов к взрыву. Взрывающую атомную электростанцию мы рассматриваем их как применение ядерного оружия и наносим ответный удар. Всей мощью, всей дурью по твоему флоту, по твоей армии. И есть там, кто выживет, ну, большая будет удача. Вот это вот так-так он понимает. А когда там выражают озабоченность, говорят о каких-то тяжких последствиях, которые там будут весьма разрушительными, ну, пусть говорят. Они, да, это Каховская ГЭС, говорили, говорили. Чего сделать? Ну, чё. Говорили мне, что будут разрушительные трагические последствия следствия нападения на Украину, говорили. Кто говорил? Вайден говорил, говорил. Сильцепин говорил, говорил. Меркель говорила, говорила. Бакрон, он сколько раз говорил по телефону. И чего? Ну, туда меняем. Всё-таки неразрушительные последствия. Поэтому Путин будет действовать, исходя из границ позволенного. Вот мы это всё должны понять и объяснить это западным партнёрам Украины, в первую очередь, что это так. И по-другому не будет. Если там кто-то рассчитывает, что у Путина есть какая-то там совесть, ответственность, обеспокоенность, забота о народе, какие-то чувства к стране, да и всё-таки в угле. Химера это всё. Это всё химера. Нет у него ничего. Кроме желания выжить, чтобы его не свергли, выдержать власть, воровать, так сказать, и пользоваться богатствами, благами страны. Всё. Все желания укладываются в эту форму. Других у него нет. А всё остальное, это как нам отползти красиво, как нам выдать наше поражение за победу, а как сделать так, чтобы с нами начали торговаться украинскими территориями, а как сделать так, чтобы международная блокада была прорвана. Я всем объяснил, что они все отказны. Слабаки и трусы, они всё равно мне все звонят и просят заключить с ними мир. Ну, так оно и будет. Вот мы это должны вместе с вами объяснять, наверное, всем остальным, кто это ещё не очень хорошо понимает, что такое себя представляет господин Путин. Субтитры создавал DimaTorzok